Сегодня в новостях Meizu E3, Huawei Nova 3e, HTC Desire 12 и ZTE Nubia Z19. Всем привет, я Макс и перейдем к новостям за 21 марта. Смартфон Meizu E3 официально представили. Смартфон получил свежий процессор Snapdragon 636 и 6 ГБ оперативной памяти, а также сдвоенную камеру от компании Sony на 12 плюс 20 мегапикселей и аккумулятор емкостью 3360 мА. А также сканер отпечатков пальцев расположился на правой боковой грани. Его официальная стоимость составляет в районе 300 долларов в Китае. В продаже он появится в конце этого месяца. Селфи-фон Huawei Nova 3e официально представили в Китае. Предполагается, что данный смартфон в некоторых регионах будет продаваться под названием Huawei P20 Lite. Устройство имеет IPS-дисплей 5,8 дюймов с вырезом в верхней части. Процессор здесь восьмиядерный Kirin 659. Камера основная имеет два модуля на 16 плюс 2 мегапикселя. А фронтальная камера имеет новый датчик Sony IMX 578 на 24 мегапикселя. Его стартовая стоимость в Китае равняется 315 долларам. В продаже он появится в конце этого месяца. Были представлены смартфоны HTC Desire 12 и 12+. Внешний вид данного смартфона похож на топовое устройство компании. Первый же смартфон Desire 12 имеет невзрачную начинку. А именно, бюджетный процессор Mediatek MT6739, основную камеру на 13 мегапикселей и дисплей 5,5 дюймов. Стоимость его составляет 240 долларов. Второй же смартфон Desire 12 Plus будет стоить уже 300 долларов. Но при этом его начинка куда более интересна. Процессор восьмиядерный Snapdragon 450, аккумулятор на 3000 мА, двойная камера на 13 плюс 2 мегапикселя. И размер дисплея 6 дюймов. Свежая фотография ZTE Nubia Z19. На настоящей фотографии смартфон упакован в специальный чехол, в котором нам можно лишь рассмотреть его безрамочный дисплей. А также есть небольшой вырез в дисплее для фронтальной камеры. Из параметров сегодня известно, что смартфон получит 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайт встроенной памяти. Дата анонса по-прежнему неизвестна. Ну и напоследок перейдем к вашим вопросам. Покупать Honor 9 или подождать Honor 10? Но на данный момент про Honor 10 пока что даже нет информации. Поэтому да, сегодня могу посоветовать покупать Honor 9. Следующий вопрос. Когда купить Redmi 5? Если вы имеете ввиду простой Redmi 5, то он уже доступен для продажи и имеет нормальную стоимость. Его можно покупать. А если вы про Redmi 5 Note, то стоит подождать 1 месяц до нормализации его цены. Следующий вопрос. Актуален ли Redmi 4X в 2018? Да, данный смартфон еще актуален. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, жмите лайк. А также подписывайтесь на этот канал. И если хотите, чтобы я также ответил на ваши вопросы в следующих новостях, задавайте их в комментарии под видео. Удачи всем и пока!